Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! У нас с вами сегодня очередная встреча, посвященная чтению и комментированию непонятных, неочевидных, сложных и интересных стихов из псалтири, книги Бетхозаветной, библейской, очень всем нам хорошо известной, а впрочем, как выясняется при детальном изучении, очень даже неизвестной. Нашим партнером и спонсором в нашем разговоре является портал exeged.ru. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – это разбор всего лишь одного стиха, но стиха очень непростого и очень такого неясного из псалма 67-го. Итак, читаю я его в переводах, которыми будем пользоваться, а именно это четыре перевода. Перевод славянский, и мы на него, ему уделяем очень большое внимание. Перевод РБО, перевод синодальный и перевод иудитский конфессиональный Миира Левинова. Итак, обращаемся сначала к переводу, ну, допустим, РБО. «Бог одиноким дает дом и семью, избавляет узников атаков, а мятежники пусть остаются в пустыне». Вот такой вроде простой стих, и все понятно, как всегда, рассказывается в псалмах, и тут тоже о том, что Бог вмешается в историю, Бог все рассудит, Бог даст нуждающимся и праведникам то, что им надо, в чем они нуждаются, а вот грешников ждет наказание. А впрочем, как потом выясним, все не так уж просто с этим стихом. Но пока давайте увидим структуру этого стиха и увидим, что здесь указано три категории людей. Первая категория – какие-то одинокие, получающие от Бога дом и семью. Это первая часть этого стиха. Вторая категория – некоторые заключенные, которых Бог выводит в радость. И третья категория – какие-то бунтовщики, которые остаются вместе пустынным. То есть Бог их, получается, не выводит в радость, а вот там, где они были, там они и остаются. Итак, начнем наш разбор с изучения первой части этого стиха, а именно «Бога одиноким дает дом и семью». И в принципе, перевод этого стиха, он почти идентичен в переводе РБО, иудейском конфессиональном и синодальном. Приведу для примера эти другие варианты. Итак, «Одиноких он пристраивает в дом» или «Бог вселяет одиноких в дом». И вроде бы все понятно, да, то есть кто нуждается в этом доме, того Бог и поселяет, пристраивает, вселяет, дает то, что ему необходимо. Окончание этого, начало этого стиха, такое же и в переводе славянском. «Бог вселяет кого-то», пока пропустим, «кого» – «в дом». То есть начинаем с того, что окончание этой третьей, первой, нам понятно. «Бог кого-то помещает в дом, в дома, в семьи, пристраивает, вселяет и так далее». А вот начало этой части не очень понятно. Итак, кто такие одинокие? Кто тут имеется в виду? Ну, слово «еврейское» довольно понятно. Это какие-то ехидим, вот, это какие-то единственные, одинокие, лишенные включенности в какую-то сеть в социальных взаимоотношениях. Будь то род, семья, друзья. И тогда вроде бы все понятно. Те, которые ехидим, они получают дома, свои дома. Их Бог в эти дома вводит. И в этом отношении есть похожее место в другом псаломе, в псаломе 112, где мы читаем. Опять же о том, что Бог однажды сделает в истории. «Бог из пыли поднимает бедного, из пепла возвышает нищего, чтобы посадить его сознатью, свелиможими народа его, бесплодной женщине даст воссесть в кругу семьи счастливой матерью». То есть указаны люди, категория населения – это бедные, это нищие, это женщины бесплодные, без ребенка. А раз бесплодны, то, вероятно, и без мужа. Такая жена мало кому нужна. И вот те, которые являются по сути вот такими одинокими, единственными, ехидим, Бог тут обещает, что они воссядут в кругу семьи и будут только рожать их и бедеможи, и знать, и прочие члены этой такой большой, единой, иудейской, израильской, или, скажем по-другому, новоизраильской, еврейской большой семьи. Однако в этой части стиха есть своя сложность. А именно, перевод славянский дает нам другое обозначение того, кого тут мы только что описали. Оказывается, не ехидим, не одинокие и не единственные, а другие встречаются и фигурируют в славянском переводе первой части этого стиха. Итак, что написано здесь? Бога вселяет единомысленное в дом. Вот так вот. Одинокие, единомысленные. Ну, друзья, это даже не синонимы. Это не разные обозначения того, что является изначально каким-то одним словом с одним смыслом. Это нечто различное, различающееся. И впору нам разобраться, а почему написано в переводах трех РБО, синодальный, мира Левиного, слово «одинокий», а в переводе славянском «единомысленный». Конечно же, когда возникает такое разночтение, стоит обращаться к тексту, к тексту, с которого переводилась наша славянская Библия, а именно «септуагинта». Напомню, что «септуагинта» — это есть перевод, сделанный грекоязычными евреями, иудеями, жившими в диаспоре, в Александрии, во время, которое довольно такое неоднозначно определяется, а такими широкими мазками обозначается как время 3-го, 2-го, 1-го веков до Рождества Христова, до христианской эры, до нашей эры. И так вот, какой-то иудей, мы не знаем его имени, перевел слово «ехидима» не каким-то словом, которое обозначало бы то же самое, одинокие, лишенные общения, лишенные семьи, а другим словом, имеющим другой смысл. Итак, монотропос, монотропос переводится этим словом слово еврейское «ехидим». У этого слова тоже, впрочем, есть такое какое-то значение, маленький антинок одиночества, но, впрочем, у него значение другое. Это однородный, однообразный, как будто бы шествующий единым путем, вот так вот. Там, где люди шествуют единым путем, то каждый из них называется монотропос. И вот из этого монотропос возникает славянское единомысленные. И так Бог вселяет единомысленные в дом. И вроде бы смысл, как нам кажется, поначалу ломается. Ну, какая связь? А что, они нуждаются в доме, что ли, эти единомысленные? Что же это имеется в виду? Однако, радость в том, что вот все эти древние переводы, даже если они какими-то являются неочевидными, или даже, может быть, ошибочными, там, где переводчик сознательно или несознательно путает слова еврейские, все равно они имеют смысл. Вот так, дорогие друзья, ни больше, ни меньше. Во-первых, потому что мы считаем, люди христианского исповедания, что в труде переводчика участвует Дух Святой. Там, где переводчика есть цель благая, добрая, поведать окружающим народом о Божьем Слове, там присутствует в этом труде Дух Святой однозначно. И поэтому даже, если какая-то ошибка была сделана, то не без участия Духа Святого уж точно. А вообще, как сообщает нам современная философия, там, где мы имеем дело с переводом, там мы всегда имеем дело с каким-то вольным или невольным искажением оригинального текста, текста изначального. Но, впрочем, в этом искажении проявляется то, что текст продолжает жить, развивается, как будто бы изменяется, и вместо одного смысла возникает два, три и более смыслов. И тут, когда вместо слова ехидим, одинокие, появляются монотропой, единомысленные, тоже есть смысл. И вот, какой же смысл тут тогда у нас имеется. Итак, вот такой, например, Бог вселяет в дома, Бог дает дом тем людям, у которых есть единомыслие. Если есть единомыслие, то однозначно, однажды появляется у них дом. Как, допустим, у семьи, как у прихода, у церковной общины, как у нации. Если у них есть единомыслие, приверженность общим принципам и идеям, то точно однажды в их жизни их ждет такое богатство, как свой дом. Дом, где всем уютно, где всех много, где каждому рады. Итог единомыслия – это есть дом счастья. И эту мысль, это не моя мысль, эту мысль развивали святые отцы. Допустим, Афанасий Великий, святитель, Александр Ритский тоже, он соплеменник, точнее, не соплеменник, а земляк переводчиков Библии на греческий язык. Он говорит так, дается дом, а точнее небесный дом, небесное жилище, небесный град тем, кто на земле сохраняют единомыслие с учением библейским, с учением христианским. Итак, друзья, разобрали первую треть этого стиха и подведем маленький итог. В еврейском тексте оригинальном звучит однозначная мысль, понятная мысль. Вот тем, кто одинок, у кого нет дома, Бог даст дом, или Бог дает дом. В таком измененном виде, если кто один, то есть славянский перевод, смысл меняется. Тем, у кого есть единомыслие, вот тех людей однажды ожидает дом, общее жилище. Двигаемся дальше. Итак, переходим, друзья, ко второй части этого стиха. Что мы читаем там? Вот перевод РБУ. Избавляют узников от оков. Все понятно. Ты был узник, и Бог тебя от оков освобождает. Как переводит этот стих мир Левинов? Он выводит заключенных к радости. К радости. Смысл немножко уже не совсем идентичный, потому что оковы, избавление от них, может быть, является радостью, но, а может быть, и не является. Тут уже мы видим какое-то изменение смысла, и это изменение смысла показывает нам одну такую немаловажную деталь. Видимо, в еврейском оригинальном тексте встречается слово, которое можно перевести разнообразным образом. Так мы в этой части стиха мы это и обнаружим. А вот перевод славянский и синодальный уже является совершенно непохожим на перевод и РБУ, и Мира Левинова, и даже на еврейский текст. Итак, читаем другие два варианта перевода этой второй части стиха седьмого, псалма шестьдесят седьмого. Итак, перевод синодальный. Бог выводит окованных, но скованных, да, слово славянское, с мужеством, какое-то возникает мужество. Или вот тот самый перевод славянский, который проявляет совершенно непривычную версию этого стиха. Бог изводит, ну, выводит, окованная мужеством. Вот так вот. И вот возникает очередная проблема. Почему в одном варианте перевода оковы, которые лишаются, которых лишаются устники, в другом варианте перевода развитие, видимо, смысла, указывается на радость, которую они испытывают, а в переводе синодальным и славянском возникает слово мужество. Вот, Бог окованных выводит с мужеством, или просто без с просто мужеством. Что же тут не так? Начинаем разбирать детально текст, обращаясь к тексту, к версии еврейской и греческой. Итак, окованной все понятно. Это пленники, это такие асеримы, которые не свободны. И, видимо, тут имеются в виду и все неправедно осужденные, находящиеся в плену, в тюрьме, в темнице по ложному обвинению. Бог однажды их выведет на свободу, даст им свободную, честную и радостную жизнь. Вот, а вот окончание этого стиха, вот уже, видите, немножко непонятное. Дело в том, что слово, переводимое «от таков», либо «с радостью», тут используется слово, которое нигде больше не встречается во всем Ветхом Завете. Вот во всей этой книге, друзья, во всем Ветхом Завете слово это больше не встречается ни в одном стихе, ни в одной голове всего еврейского Танаха. Слово «кошарот». Кошарот. И вот, когда возникает такая ситуация, называется она по-научному «гапакс легоменон», слово «однажды сказанное», «однажды используемое», то переводчиков и у толкователей, у читателей возникает неизбежная необходимость обратиться к словам не то что однокоренным, а написанным похожим образом. Это раз, а второе на слова с похожим корнем из родственных библейскому евриту языков. Ну, это, как правило, языки арабский, арамейский, аккадский и так далее. Так вот, в этих языках и в языке еврейском есть похожий корень «кашер», который обозначает «иметь успех». Вот, «иметь успех». Не путать с «кашрутом», это разные слова. «Иметь успех». То есть, тот, кто однажды был скованным, заключенным, тот однажды получит успех, получит свободу, получается, и итогом этого освобождения будет радость. Вот, будет радость. Ну, вот, перевод «иметь успех» использует другое слово. Андреюс, Андреюс, раньше, тот, который раньше был пленен, получит однажды состояние Андреюс. От этого слова образовано знакомое каждому имя Андрей, означает слово это мужской, мужественный, мужской, мужественный. Какая связь? Возможно, связь такая, друзья. Одним из факультативных, пятистепенных смыслов слова Андреюс является такое значение «дерзкий», да, он дерзкий, он до того мужественный, что он дерзкий, вот так вот, он какой-то, понимаете, альфа-самец. И тогда смысл увязывается, да, встречая слово незнакомое «кошарот», еврей грекоязычный, использует слово, которое ему подходит, как кажется, по смыслу. Ты раньше был скованный, связанный, арестованный, лишенный свободы, ты был как женщина, вот так вот, но ты освободился от уз, ты стал Андреюс, ты стал мужской, мужественным, ты стал дерзким. и вот тогда смысл славянской версии, изводя окаянные мужеством, или перевозь он на дальний, выводя окованных с мужеством, делается понятным. Ты стал, ты был раньше арестованным, пленником, ты стал мужчиной, ты стал дерзким. И, конечно же, эта модель очень часто напоминает историю Израиля, Израиль то оказывается в состоянии плена, то возникает состояние дерзости, то опять плен, расправа, гибель, катастрофа, поражение, и потом опять состояние мужественности, дерзости. Бог, автор этого сценария, как написано, Бог выводит скованных пленных мужеством либо с мужеством. В традиции христианской это греческая версия, греческий перевод получает такое духовное толкование. Например, Феодрит Кирский, святой и аскет, и писатель известный, он так пишет, «Те, которые были скованы страстями и грехами и от них освобождались, Бог их от них освободил, они оказываются носителями мужских добродетелей, воздержания, скромность, смиренномудрия, целомудрия наконец». Тогда такой смысл любопытный. Бог выводит скованных, плененных страстями на свободу, и они оказываются свободными от этого плена, оказываются носителями мужских качеств. Ну, и мужчины, получается, и женщины тоже. В древнем мире это была вещь неочевидная, такая вещь проблемная. Чтобы оказаться полноценной части общества, женщинам не нужно было брать на себя мужские добродетели. И вот носителями добродетелей оказывались в то время, в средневековье, в античное время женщины-аскеты, монахини, святые и так далее. То есть свободность от страстей мужчины и женщины одинаково оказываются носителями божественной какой-то мужественности этих вот добродетелей. И вот, наконец, читаем окончание последнего треть этого стиха, стиха 7-го, Псалма 67-го, и что же там мы находим. Итак, опять возникает у нас такая двойственность. Переводит текст одинаково РБО Эмир Левинов и неодинаково перевод синодальный и перевод церковно-славянский. Начинаем с перевода такого более понятного и более связанного с еврейским оригинальным текстом. Это перевод, конечно же, РБО и перевод Мира Левинова. Итак, мы говорили уже об одиноких, о пленниках. Возникает третья категория описываемого человечества, категория плохих людей, мятешники, мятежники, такие вот Сора Рим, мятежники, бунтовщики, оскорбители. Итак, а мятежники напротив пусть остаются в пустыне. Или вот перевод Мира Левинова. Бунтовщики же остаются вместе пустынным. Ну, перевод идентичный. Вот. Начало этой части переводится одинаково, впрочем, и другими переводами. Например, оскорбители это синодальный перевод. Пригорчевающая тоже смысл такой же, это перевод синодальный. Итак, описывается категория населения, которая вот используется при описании ее, такие слова, как мятежники, бунтовщики, оскорбители, вызывающие огорчение люди. Итак, это люди непокорные закону, это люди, которые противостоят Израилю, царю израильскому, или, возможно, волею Божьей и так далее. Вот. Но что будет с ними дальше? В еврейском тексте опять используется, видите, второе в одном стихе гапакс легоменон. Видите, один стих, и стих вроде очень простой и не очень большой, но там дважды используются слова, не встречающиеся больше нигде во всей Ветхозаветной Библии. Какое слово? Цехиха. Цехиха. Вот. Опять же, возникает необходимость искать похожие корни. Не такие же корни, таких корней нету, но похожие корни. И, возможно, слово еврейское цахиях это приводится как сухое безводное место пустыни, тут поможет нам понять смысл этого слова. И переводчик РБО и Мир Левинов опираются на этот корень. И получается у них внятный смысл. А мятежники пусть остаются в пустыне, там, где нет домов, там, где они являются пленниками, заложниками этих пустынных реалий. Нет воды, засуха, жара, нет цивилизации, и пускай там они и остаются. И тогда вроде бы смысл высраивается. Кто тут может иметься в виду? Возможно, имеются в виду те египтяне, которые непокорные, бунтовщики против Бога, которые были раньше хозяевами, плененных, лишенных дома евреев, но вот Бог вывел их из земли рабства, из дома рабства, из Египта, из Митраима, дал им не пустыню, а плодородную землю, дал им дома, собрал их вместе в единомыслии вокруг закона Божьего, дал им свободу от плена, а вот этих самых непокорных бунтовщиков оставил в пустыне. Ну, пустыня, Египет, пустынные земли, пускай им будет еще хуже, как будто бы навлекаются разные нехорошие пожелания на эту землю. Другой вариант такой, если псалом был написан в послепленное время, либо в околопленное время, то тогда непокорные бунтовщики и оскорбители это те евреи, которые не пожелали выйти из плена домой, не пожелали домой вернуться, и как будто бы такой смысл вернувшиеся из плена на свою землю получат свободу от рабства и дома, а вот те, которые остались там, не пожелали вернуться, бунтовщики против воли Божьей, пускай они живут в своей пустыне, сирийской месопотамской пустыне. Но, как всегда, там, где возникает гапок с Легоменом, возникает целое разнообразие других разных переводов. И вот эти другие переводы мы находим в переводе славянском и в переводе синодальном. Итак, читаем славянский текст. «Такожди пригорчевающая живущая в огробях» «Живущая в огробях» перевод синодальный «Как и оскорбителей обитающих в гробницах» «Оскорбители, обитающие в гробницах» или «Люди, огорчающие тебя, живущие в огробях». И вот возникает проблема. Но все-таки это не совсем одно и то же. пустыня и гробница, пустынная местность и кладбище. Но это разные вещи. И как же получилось из пустыни у переводчика Семидисти, переводчика Септуадинты, гробница. И вот, скорее всего, неправильно он прочитал текст. Или по-другому скажем, в его тексте, который он использовал, было похожее, но написанное не так слово. И тогда смысл меняется. Поэтому, видите, два варианта есть. Либо переводчик сам решил по-другому прочитать сознательно либо несознательно, либо в его варианте было другое чтение в его рукописи. И вопрос, какое чтение является более, понимаете, правильным. Чтение пустыни или чтение гробы, гробницы. Итак, что же мог перепутать он, либо тот, который переписывал текст, которым пользовался переводчик один из семидесяти. Слово цахеах сухой, безводный, а слово царех обозначает гробницу, подземное убежище, башню. В современном языке еврейском этим словом обозначается башня танка, например. Так вот, такой смысл тогда. Значит, о тех, кто является бунтовщиками, мятежниками, оскорбителями, пускай они остаются в своих гробницах, в своих гробах. И тогда, что тут имеется в виду, друзья? Ну, первый вариант, да, вот, описывается все еще тот же самый Египет. Земля гробниц, земля пирамид, земля таких вот кладбищ до сегодняшнего дня их раскапывают и так далее. Пускай там они живут, эти мятежники, бунтовщики и оскорбители Бога. Другой вариант, такой довольно такой серьезный, описывается жизни противников Израиля, противников Бога, как жизнь такая жуткая, как будто бы ты живешь среди могил, на кладбище. То есть, хуже этого для человека живого нет ничего. Это противоестественное состояние. Тогда вот смысл такой, да, слово, если это будет не цахиах, а царях, то переводится оно греческим словом тафос, тафос, эпитафи от этого. И тогда возникает славянское во-горобех, либо синодальный перевод переводят в гробницах. Вот. И святые отцы, они опираются на такое чтение этого стиха, там, где гробницы. Вот, например, Афанасий Великий так описывает, понимает, толкует этот стих, по его мнению описывается здесь сошествие Христа в ад. То есть, вот, это оскорбители, бунтовщики и мятежники, находящиеся в аду, там, где царствует идея могилы, гробницы, кладбища. И вот Бог к ним спустился и так далее. Описывается проповедь усопшим душам, которая встречается о них упоминании и в Новом Завете. Вот, но вообще-то, если вы не поняли, я обращаю ваше внимание, что смысл изменен в славянской редакции, в синодальной, еще в одном значении. Нет противопоставления в этих вариантах перевода, которые мы встречали в переводе, допустим, РБО. Это как было в РБО. Одиноким дом узникам спасения не от таков Бог дает, а напротив мятежникам пустыня одиночества. То есть, двум хорошим категориям добро, благо, а плохим людям пустыня. А вот в греческой редакции, в славянской редакции и в редакции синодальной по-другому смысл передается. Как передается? Итак, Бог выводит с мужеством скованных окованных, но также выводит и оскорбителей обитающих в гробницах. Изводя окованных мужеством такожде пригорчевающие живущие во гробях. Вместо а или напротив возникает такожде, такожде, такожде. И получается оптимизм. Христианский оптимизм. Бог всем чего-то хорошее дает. Бог дает одиноким дома или единомыслим дает дома. Бог спасает пленников мужеством или атаков, дает им счастье. И Бог даже плохим людям, да, вот, мятежникам, он выводит их на свободу, освобождает их от рабства смертью, от рабства тления и так далее. И тогда получается, что торжествуют христианские смыслы в этом варианте перевода, в этом варианте существования текста. Дорогие друзья, мы разобрали всего лишь две строчки одного из псалмов ветхозаветного библейского текста, но мы говорили об этом больше, чем полчаса. И какие глубокие смыслы мы вскрывали, не торопясь обсуждая, рассуждая об этом стихе. Нашим помощником в таких подробных студиях является портал exoge.ru Я, ваш покорный слуга, священник Алексей Волочков из Петербурга. Всего хорошего, не болейте. Продолжение следует...